Давай научимся делать с тобой чувственный, красивый наклон. Итак, мы ставим ножки вместе, а пяточки вместе, носочки чуть-чуть врозь. И из-за этой позиции мы совершаем вроде бы простое действие. Но здесь есть нюанс. Когда мы делаем наклон, нам очень важно делать одновременное движение попой назад, а грудную клетку наклонять вперед. Мы сгибаемся в тазобедренном суставе и равно удаляемся вперед и назад. То есть не просто заваливаемся вперед, тогда вы начнете падать. А для того, чтобы этого не происходило, мы тянем свою попу назад. Можно делать движение на широкой позиции ног, можно делать на узкой, можно стоять на одной ножке, сгибать опорную. Принцип сохраняется. При наклоне вперед мы тянем свой хвост назад. И еще одна важная деталь – это твои лопатки. Очень важно при наклоне сохранять лопатки, приведенными к центру, к нашему позвоночнику. Не округляться, не иди низко. Иди настолько низко, насколько твое тело позволяет тебе сохранить прямую спинку.